Мне тут поручили говорить о стратегии. Формулу, которую сегодня обсуждаем мы здесь, и которую притворяет какие-то тексты газеты «Знание власть», она не закончена. Стратегия русской победы. Эту фразу надо закончить. Поскольку победа – это категория войны, то надо продолжить фразу «Стратегия русской победы в войне». Дальше надо определить, в какой же войне. Для того, чтобы точно сказать, в какой войне, надо сказать, а какое поражение потерпела Россия, Советская Россия и Советский Союз. Тут на слайдах было показано, что высший уровень мировоззрения. Мировоззрение – это концепция еще выше догматы, каноны, ну и методологии и так далее. Поражение было в войне смыслов. Поражение было на культурном фронте. Поражение было в умах и сердцах. И потом произошли развалы, политический развал державы. И потом, собственно говоря, произошло все, что произошло. Поэтому можно ли, не победив в войне смыслов, победить финансо-экономическое войне? Невозможно. Бесполезно. Поскольку всякий раз все то, что делается, делается в другой системе координат, в западной системе координат. Итак, для того, чтобы победить, надо выработать стратегию русской победы в войне смыслов. И победить в войне смыслов. Стратегия имеет три фактора, которые необходимы для того, чтобы прийти к победе. Первый фактор – это обстоятельство места. Второй фактор – это обстоятельство времени. И третий фактор – это обстоятельство человека. Его желаний, воли, духа. Что касается фактора обстоятельств места, то они существуют и расписаны. Геополитика замечательно рассказывает о военно-политической, военно-политической, военно-политической доктрины пространства. И геополитика хорошо расписывает врага, атлантизм, евразийство и так далее. Стратегия, тот фактор, который говорит об обстоятельствах времени, он, к сожалению, нигде нет. Действия должны быть своевременными. Сегодня, в феврале, устраивать посевную в Подмосковье никакого результата не будет. Что можно сказать еще, какой образ можно привести о своей временности? Это прилив и отлив. В России находится на отливе. Начался отлив. И корабль державы сел на мель. Не важно там обсуждать. Плохой капитан был, команда там недостаточно действует. Корабль сидит на мель. А у китайцев прилив. И что бы ни говорили, у них прилив, они не сядут на мель. Значит, доктрина, военно-политическая доктрина времени, мы ее назвали неруболитикой. Есть доклад по разведке сознания и времени, он продается вот на той, на заднем столе. Значит, расчет показывает, что прилив раньше 2012 года у нас в России ожидать не стоит. Поэтому до этого времени можно только готовиться к приливу. Дальше. Фактор человека. Это прежде всего желание исполнителей выполнять стратегические планы, выполнять те задачи и к тем целям. Это воля этих людей и это дух. Спросим, хотят ли русские войны? Ответ однозначно, не хотят. Власти знать малодушие демонстрируют. Народ демонстрирует простодушие и равнодушие. В простодушие впадают чужие эгрегоры. И вопросы залогают, как будем выбирать лидера. Это чужие мысли, что лидера, вождя, нужно выбирать. Значит, о стратегии. О том состоянии, в котором мы находимся. Демонстрирую. Западная стратегия, ее можно назвать стратегией Можино. Вот создали линию Можино. Откопали окоп удобный, окоп безопасности. В этом окопе безопасности заняли ниши. Эти ниши за 15 лет, понимаешь ли, превратили в укрытия. Надежные, замечательные. И боевой листок даже в этом укрытии время от времени вывешивается. Газета «Завтра», Путин, ни шагу назад. Стратегия «Сворон». И это стратегия наступления. Можно ли сейчас кого-нибудь поднять в Атапу? Для этого должен быть Суворов. И как звучит призыв? За мной в Атапу вперед. От того, что вы едите в Атапу, никто не пойдет. Для этого нужен, чтобы так сказать, нужен герой. Значит, газета «Знание власть» описала образ злодея. А вот образ героя пока что никто не описал. Этот образ героя нужно создать, и этот образ героя нужно воспеть. Появится образ героя, появится маяк. Дальше. Все замечательно в словах. Но нужна мечта. Только мечта. И только общий порыв, и только порыв действия поднимает дух. Почему нужен дух? Почему без духа победы не будет? Потому что там, где душа, это страх, расчет, воля и ум. Воля подавлена. Ум засорен чужими смыслами. Расчет — это то, что все делают. И страх — это то, чем пугает и заставляет, так сказать, крутиться в безопасность, в эту самую нишу, в укрытие и так далее. Какая же стратегия возможна сейчас? И эту стратегию придется, скрипя сердцем, выполнять до 2012 года. Это стратегия Куртузова. Куртузов отходил не потому, что был глуп, или еще почему. Потому что царь ушел и оставил кого-то отдельно свойства. Потому что проведение любых оборонительных операций было бесполезно. Бородинская битва осталась ничем. Москву пришлось сдать. Непреодолимая сила. Наполеону нельзя было победить. Он подарил всю Европу. Не было возможности его победить. Есть ли сейчас возможность одолеть это наступление? Чужих в смысле. Я не вижу. Потому что любые слова это только воля и страх. А эти слова чужие слова. В телевизоре чужие формулировки. Что же делать? Уклоняться и заниматься в войне смыслом. Партизанскими действиями. Какими партизанскими действиями? Концептуальные ловушки расставлять. Выводить противника на ложные цели. Маскироваться легендами прикрытия. Сохранять себя до того момента, когда наконец-то сожмёт. А раньше 2012 года не сожмёт. Но может быть и чуть раньше сожмёт. Поскольку президент вчера сказал, что к 2011 году в 4 раза... 4 раза сказал, что к 2011 году тарифы на энергоносители будут повышены до мировых. И это касается не Беларуси. Это касается нашего народа. И к 2011 году сожмёт. Вот тогда может быть. И появится возможность. А к этому времени, конечно, надо заготовить. И всё, так сказать. И план наступления, и все эти вот... Выполнить все эти задачи, которые расписаны. И только тогда тот, кто сам наденет на себя эту шапку на намах, и сам скажет, со мной в атаку вперёд, возьмёт на себя всю ответственность. И только этим поступком можно пойти в порыв. И тогда подняется дух. А дух одолевает и страх, и волю, и ум, и расчёты. Дух — это то, чем русские побеждали. Это то, чего нет на Западе. Это то, чего нет вообще нигде. Потому что русский троичен. У него есть дух. И я полагаю, что главное, с чем сейчас надо заняться. И это не вопросами, так сказать, вот чего-то там, значит, уточнить. Это вопросами, как поднимать дух. Её надо найти, эти примеры истории. Их надо найти, значит, этих нет, этих методологий поднятия духа нет. И это, думаю, что сделает газета «Знание и власть» и напишет нам всё. Вот.